Приветствую вас, Мария. Я думаю, что, значит, ответ на ваш вопрос заключается именно в том, что вы, как говорите, любите его больше, жизнь. Вот именно в этом кроется ответ на вопрос ваш, потому что мужчина – это смысл вашей жизни, мужчина – это тот, кого вы цените, любите и боитесь потерять сейчас больше, чем кто-либо, еще больше, чем кого-либо еще. Вот. Именно из-за этого у вас и возникает проблема, потому что мужчина чувствует, что вы от него зависимы, мужчина чувствует, что вы без него не можете, мужчина чувствует, что вы никуда от него не денетесь, вот. Мужчина чувствует, что вы себя обесцениваете, мужчина чувствует, что вы готовы, грубо говоря, жестовать собой ради него. Вот. Мужчина все это чувствует, мужчина все это ощущает и, соответственно, позволяет себя вести с вами так, как он ведет. Ну и, соответственно, вопрос, который у меня к вам напрашивается. Я так, ну, надеюсь, что вопрос, надеюсь, что вопрос логичный, я очень на это надеюсь, что вы, ну, как-то вот посчитаете мой вопрос логичным. А как, собственно говоря, так вышло, что вы любите своего мужчину больше жизни? Как так вышло? Как так получилось? Почему так получилось? И так далее. Вот. То есть, почему мужчина для вас, грубо говоря, грубо говоря, важнее, чем по факту вы сами. Почему мужчина для вас важнее, чем вы, чем ваши желания, чем ваши чувства, ваши эмоции, ваши переживания и так далее. То есть, вот, с чем это связано, с чем связаны эти моменты, вот. Мне кажется, что это очень важная история, мне кажется, это очень важный момент, потому что по какой-то причине вы обесцениваете себя и превозносите его, то есть вы обесцениваете себя как, ну, как личность, да, как человека, и превозносите его, готовы терпеть любое его отношение к вам, вот. Плюс ко всему тянетесь к его окружению. Что, как бы, тоже вызывает вопрос, почему тянетесь к его окружению, чем оно, ну, чем для вас окружение так важно. И если важно, чем важно, вот, и что вообще мотивирует вас так себя становить, вот. Такая вот история. То есть, эээ, ну, это, на самом деле, нормальная ситуация, когда, любовь, эээ, дается вот, эээ, таким образом, да, любовь дается таким образом, да, любовь дается таким образом, и, в общем-то, человек себя не ценит, эээ, вот, человек себя не защищает, человек, эээ, не несет ответственность за свои решения, за свои действия, а вы, как бы, вот, уезжая к маме, да, уезжая к маме, эээ, и возвращаясь к надежде на то, что все изменится, вы, по сути, надеетесь на чудо, хотя, ну, к сожалению, чудо не случается, чудо не происходит. Ну, вот, и, конечно же, конечно же, конечно же, у этого, у этого есть причин. Вот, причины, причины трейла вполне понятны, это страх определенное одиночество, вот, это страх определенный, ну, определенный страх, эээ, а, ну, потерять любимого, любимого человека, вот, это страх может быть, может быть, остаться одной, это страх чего-то лишиться, это неуверенность в себе, вот. Вот, к сожалению, это неуверенность в себе, это, есть еще некоторые сомнения, вот, это отсутствие реализации своей собственной, то есть, ну, ну, то есть, вы, вот, вы чувствуете себя нереализованной, вот, и, соответственно, я думаю, что есть еще какие-то причины, которые, ну, 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 мотивируют, мотивируют вас на то, чтобы вести себя так, таким образом, таким образом. Вот, я вас ни в коем случае не обвиняю, просто говорю о том, что вы можете ситуацию исправить, вы можете ситуацию исправить, не расходясь с мужчиной, вот, через, через, через выработку адекватного отношения к себе, вот. Вот. Если у вас будет адекватное отношение к себе, если вы будете, ну, более, более ценностно относиться к себе, то ситуация изменится, если у вас станет другой и у мужчины, ну, не будет никакого, никакого выбора, кроме как, кроме как, как изменить свое отношение к вам и по-другому себя вести. Вот. Если у него есть к вам чисто, конечно. Вот. Если у него нет к вам чисто, он и не изменится. Вот. Я также, в принципе, предложил бы поисследовать, как вас задевают его высказывания в отношении вас. Я, конечно, я понимаю примерно, чем они вас задевают, но все-таки было бы гораздо лучше, если бы вы сами это поисследовали вместе с психологом, да, и... Ну, поисследовали бы почему так. Поисследовали бы почему так и остаться происходит. Вот. Ага. Также я рекомендовал бы вам поисследовать треугольник Карпманом, потому что вы находитесь сейчас в позиции жертвы по отношению к мужчине. Вот. Вот. К сожалению. И не несете никакой ответственности за свою жизнь. Вот. Не отвечаете за нее, не заботитесь о ней. Вот. И в итоге получается так, что вы ждете этой самой заботы, этой самой любви. Хотя к себе вы относитесь достаточно, ну, пренебрежительно, пренебрежительно, да. Вот. Вы ждете этого от мужчины. Мужчина вам это не дает и, соответственно, возникает проблема. Возникает сразу проблема. Возникает негативная история. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Мужчина, он ведет себя так. Потому что, ну, с одной стороны, вы ему позволяете, с другой стороны, с другой стороны, он... Ну, у него были предпосылки к этому, безусловно. Если бы предпосылок не было, он бы себя так не вел бы. Ну, вот. Ну, другой момент, сгнижается в том, конечно, что это за предпосылки, да, и как бы, что вас с мужчиной объединяет. Вот. Я так понял, что у вас было не все гладко в отношениях. Всегда, всегда, ну, только... Всегда в отношениях у вас были некоторые сложности. Вот. С этим тоже, крайне желательно, вы, что работаете, потому что, вполне вероятно, что эти сложности, они, ну, сейчас, как бы, продолжают оказывать влияние на вас, да. Вот. Опять же, вы пишите, мой молодой человек перестал меня оценить. Это, суть по всему, началось с какого-то, вот, определенного момента, если я правильно вас понял. Ну, нужно понять, с какого это момента началось, вот, чтобы разобраться с этим. Нужно понять, когда это началось, что этому предшествовало и, как бы, опять же, как вы цените себя тогда, то есть, насколько цените себя вы. Так, когда я ему отдаю сельбовую заботу, он все-таки смотрит на меня. Ну, а зачем вы отдаете ему сельбовую заботу? Он не слышит меня, а себя вы слышите? Какая у него мотивация вас слышит? Когда я его прощу что-то не делать, он как будто начинально противится этому, мне до этого больно. Вот, почему вы про это человеку что-то не делаете, а почему вам больно, то давайте разберемся с причинами этой боли, как вы это воспринимаете на свой счет и что конкретно вы думаете от себя, например, что вы недостойны, что вы недослужившие любви, к примеру. Вот, противится мужчина, потому что очевидно, что вы ведете себя с ним как родитель. Вот, когда она только начиналась, все начиналось, она сказала, что не позволит, чтобы я плакал. Довольно-таки, довольно-таки самоуверенное заявление, потому что в отношениях бывают разные. Вот, вы пишите, с каждым днем все бьет сильнее. Вот это перекладывание ответственности за свою боль на него. Я пыталась говорить с ним, о чем, как мы ругались, из-за чего ругались именно вы, Мария. Я уезжала к маме и опять возвращалась к нему в надежде, что все пройдет. А что именно пройдет? Что именно пройдет-то? Что надо обратиться? Становится только хуже, правильно? Потому что вы себя не цените. А вчера он сидел, пил, пил с своим другом и своей мамой, когда я пытался оснуть, потому что ранее стоять на работе. Я слышал все мерзкие слова в адресе, мне обидно, что я тянусь в окружении, к нему надо так вот меня. Что мне делать? Что бы что? Зарставаться я не хочу, потому что люблю больше жизни его. Ну, об этом я уже сказал. Треугольник Карпмана. Карпмана обязательно защитим. Это вам будет полезно. Вот. И, соответственно, дальше уже вам нужно выходить из позиции жертвы. А в целом из зависимых отношений, с которыми вы находитесь. Как? Путем переноса ответственности за него. Как это сейчас происходит на себя. Вот. И тогда у мужчины не будет оснований для такого отношения к вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Почему.